МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проблемные заемщики. Доля жителей региона, которые тратят на обслуживание кредита более половины своих доходов, составила 10%. Теперь подробнее. Федеральная антимонопольная служба отклонила жалобы одного из участников конкурса по строительству трассы Стритамак-Кага-Магнитогорск. Однако регулятор все-таки может аннулировать результаты торгов. Итоги конкурса, возможно, отменят по другой причине. Как пишут ведомости, все дело в том, что согласно договору между властями региона и подрядчикам, все расходы концессионера должны были покрываться платой от государства. А это, по мнению антимонопольщиков, нарушает закон о концессиях. Напомню, что победителем конкурса на строительство автодороги объявлен Башкирдострой. С ним должен был быть заключен контракт общей стоимостью 12 миллиардов рублей на 15 лет. По условиям концессионного соглашения, в первые 6 лет концессионер обязан построить дорогу, затем 9 лет ее эксплуатировать. Власти Башкирии в ближайшее время планируют увеличить тарифы на принудительную эвакуацию и хранение автомобилей на штрафстоянках в полтора и два раза соответственно. Документ опубликован на сайте Госкомитета Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству. Базовый тариф на эвакуацию с учетом погрузочно-разгрузочных работ предлагается установить на 42% выше действующей платы. Почти 2136 рублей вместо 1500. Базовый тариф за погрузочно-разгрузочные работы, который составляет треть тарифа на эвакуацию, вырастет с 480 до 711 рублей. Госкомтранс также предлагает ввести единый базовый тариф на хранение автомобиля на штрафстоянке из расчета 53,5 рубля в час. Сейчас для легкового автомобиля тариф составляет 25 рублей в час. Отмечу, что точные размеры тарифов должны предложить на торгах сами операторы. По данным издания «Коммерсант», в перечень отобранных на конкурс на основе организации, занимающихся транспортировкой и хранением автомобилей на штрафстоянках, включены 25 предприятий и индивидуальных предпринимателей. Теперь информация о курсах валют, установленных Центробанком на среду. И доллары и евро частично отыграли вчерашнее снижение. Курс американской валюты по отношению к российской увеличился на 48 копеек и теперь оценивается в 59 рублей 19 копеек. Европейская подорожала на 7 копеек до 63,23. Лучшие обменные курсы на вторник. Покупка доллара в Тимирбанке за 59 рублей 10 копеек. Продажа в банке Акбарс за 59,40. Наиболее выгодное предложение по покупке евро также в Тимирбанке за 63 рубля 10 копеек. По продаже в Акбарс банке за 63,45. Доля заемщиков в Башкирии, у которых более половины ежемесячных доходов приходится на обслуживание кредитов, в четвертом квартале 2016 года приблизилась к 10%. Данные приводят Национальное бюро кредитных историй. В целом по стране за два последних года отмечается сокращение доли таких заемщиков с 13,7 до 9,8%. При этом доля граждан с долговой нагрузкой ниже 30% наоборот выросла. В последние годы банки серьезно снизили свой аппетит к риску и, как мы видим, это приводит к положительным результатам. Доля самых проблем у заемщиков сокращается. При этом следует отметить, что ситуация с долговой нагрузкой в российских регионах крайне неоднородна. Так, доля наиболее закредитованных заемщиков, которые тратят на обслуживание кредитов более половины ежемесячного дохода, достаточно сильно варьируется от 5 до 17% от общего количества заемщиков в зависимости от конкретного субъекта РФ. И на этом у меня все. До встречи в 19.30.